Следующие близнецы. О, здесь мне есть что сказать. Мужчины-девы. Замечала я, любят от женщин. Не тягаться и не кусаться со скорпионами. Стрелец. Что мне очень нравится и что я вценю вообще в людях и в козерогах это есть. Водолей, 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 водолей. Рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб-рыб. Привет, мои хорошие. С вами Селена Суэй. И сегодня будет необычное видео. Впрочем, как и всегда. На моем канале только эксклюзив, только необычное видео. Недавно, ну не так давно, хотя относительно. Если кто ждет это видео, то это уже, наверное, давненько в прямом эфире. И, кстати, не первый раз это было замечено. Каждый раз, когда заходит тема за знаки зодиака, просто у меня прибавляется в эфире куча зрителей. И все хотят узнать, что я думаю о том знаке или о том, о девушке, о мужчинах. И я сказала, что раз такой ажиотаж и раз такой интерес к этому ко всему, я сниму на YouTube канал видео, которое будет называться «Знаки зодиака в моей жизни». И сегодня я буду рассказывать про знаки зодиака, которые встречались в моей жизни и про те, которые не встречались в моей жизни. И буду рассказывать свой личный опыт именно встречи с тем или иным знаком зодиака. Вообще вы узнаете, как я отношусь к знакам зодиака, какие мне встречались, какие трудности у тех или иных. Если мне будет что сказать о мужчине или о женщине, я обязательно это скажу. Но это все будет не подкреплено какими-то именно с книг, да, вещами, а будет все подкреплено только моим личным опытом. Поэтому это чисто субъективное мнение из моего многолетнего опыта. Поэтому, если кому-то интересно, оставайтесь, может быть, что-то я скажу про вас. Итак, поехали. Начнем с самого начала. С самого начала у нас знак зодиака Овин. Что я могу сказать про этот знак? С мужчинами-овнами я не сталкивалась так близко, чтобы что-то о них сказать. Вообще ничего не могу сказать о мужчинах-овнах, если честно. Но зато у меня очень много овнов-женщин. Овин-женщина – это моя мама. Овин – это моя подруга. Овны встречались, мои однокурсницы. Да, и их всех объединяет одна такая вещь, скажу достаточно размыто. Эти люди, очень интересно, на самом деле я с ними все время дружу. То есть вот овны меня привлекают, не привлекают меня своим спокойствием, своим каким-то, знаете, ну, неким пофигизмом, может быть, да, где-то есть. Они такие сами в себе. Спокойный, приземленный такой знак. Не пытаются ничего никому доказать, как бы, да. Ну вот, очень хорошие, классные друзья. И мы с мамой очень хорошо дружим. Я обобщенно скажу об овнах, так как у меня мама овен, поэтому что я могу сказать вообще плохого? У меня идеальная мама. И девочки, которых я встречала, они все были очень спокойные и очень рассудительные. Достаточно упрямый этот знак, тоже могу сказать. Очень сложно так вот, знаете, поменять их точку зрения какую-то. Они вот живут в своем мире со своей точкой зрения. Вот есть люди, которые готовы меняться, что-то новое. Таких, конечно, очень мало. Но, а есть, которые вот стоят вот так вот, рогами уперлись, да, и не хотят. Но у меня с обнами тактика такая, что пока человек не просит, да, вот прям не лезет. У меня так со всеми такая тактика. Пока не просит, не лезет, чтобы прям вот подскажи, помоги, или вот как ты думаешь по этому поводу. Я лезть вот стараюсь не лезть, потому что можно нарваться, можно нарваться. Люди достаточно спокойные, но если они в себе накопят этот негатив и злость, то можно выхватить. Дальше, следующий знак Телец. Что могу сказать про Тельцов? Вот то же самое. На самом деле, реально, то же самое могу сказать про Тельцов. Тоже достаточно приземленный знак. Тоже мужчин Тельцов я не встречала на своем пути, о них ничего не могу сказать. А девчонки есть у меня, да, жена брата моего Телец. Тоже достаточно такие устойчивые, приземленные люди. То есть, ну, нет у них чего-то там вот такого, знаете, вот в голове. Они вот, ну, как-то приземленные, да, люди. Не в том смысле там вот что, а вот именно человечные такие вот, 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 да. Тоже я с ними дружусь. Тоже с Тельцами я все время дружусь. У нас очень хорошая дружба получается. Мы как-то друг друга понимаем, мы как-то на одной волне. И мне кажется, что это люди на самом деле такие семейные. Вот что омны, что Тельцы, они не зря близко стоят, да. Они семейные. То есть, если этот человек в семье, и вот все хорошо, все замечательно. Вот женщины, они прекрасные домохозяйки, прекрасные жены, верные. Вот всех, кого я знаю, реально любящие, верные, отличные хозяйки. Это я могу точно сказать про женщин. Следующие близнецы. О, здесь мне есть что сказать, потому что я встречала близнецов и не одних. Но могу сравнить близнецы, женщины и мужчины. Хотя мужчины попадались разные. Никогда ничего серьезного у меня с такими мужчинами не было. То есть, ну, в плане, да, то есть я от близнецов сильно устаю. Сразу могу сказать. Вот что касается девочек, они очень шумные. Их всегда очень много. И нужно, я не знаю, каким человеком быть, чтобы реально не уставать и комфортно с ними себя чувствовать. Я реально устаю. Их очень много. Они любят поговорить, поумнищить, повеселиться, поржать, посмеяться, поплакать. Все это в один момент. Хотя дружба у меня с такими людьми нормальная. Вообще я дружусь очень нормально, поэтому я, наверное, не скажу, что с кем-то я не дружусь. Или с кем-то трудно сходиться мне. Дружба у меня со всеми нормальная. Ну, лишь бы только человек там фигней не занимался, да. Вот. Но помню, что от них я устаю. Это точно. Да. Их очень много. Они все время что-то пытаются там показать, рассказать. Что-то вот из себя что-то вот такие в образе. Все какие-то, я не знаю, актеры. Там вот все на свете. А что касается мужчин-близнецов, мужчины тоже такие встречаются, как и женщины. Но тоже мало про мужчин-близнецов могу сказать, потому что мало они попадались на моем пути. Но вот у подруг, у кого встречались близнецы, они говорят, вот говорят о них как два лица, да. То есть я вот не могу сказать, но говорят как два лица. То он такой, то он такой, не поймешь. Они такие какие-то непонятные, скользкие, люди все время разные, которые очень сложно понять. Раки. Что могу сказать про раков? Про раков могу сказать. У меня есть опыт личный. Раки. Девочки. Раки девочки я встречала достаточно целеустремленных девчонок. Такие знают, что хотят в жизни, сильные личности. То есть я не встречала девчонок раков, у которых что-то в жизни не получается, какие-то депрессивные, еще что-то. Нет, они вот жизнерадостные раки, которые я встречала, да. Знают, что они хотят, идут к своей цели, веселые такие. Компания, душа компании, да, вот такое вот могу отметить. Тоже с ними дружусь хорошо. Мужчины раки. Я встречалась с мужчиной, одни из долгих моих отношений, да. Ну, сейчас у меня самые лучшие отношения в моей жизни. Знак, который я даже и не знала, что идеально подходит для меня. Если говорить о знаках, да, эти отношения у меня самые долгие. Последние, которые вот сейчас у меня, которые дынечка, дынечка, которые у нас. Следующие, да, по долготе были у меня отношения. И я могу сказать, что в этих отношениях как бы чувства угасли у меня. Потому что для меня, допустим, раки, они очень, ну, скучные. Вот. И мне отношения эти быстро надоели. Вообще мужчин как раков я не знаю, честно говоря, да. Но судя по тому, что у меня было, это, ну, как бы люди, которые без амбиций каких-то особых. Они ничего не хотят супер доказать кому-то. Живут вот как живут, да. И вот звезд небес не хватают, как говорится, да. Я думаю, что неуверенные в себе достаточно такие вот мужчины. Может быть, где-то даже хотят сильную женщину себе какую-то иметь рядом. И за счет этого и как-то вот питаться. Не думаю, не знаю, все ли такие раки, потому что я сужу только все это по одному. Но когда встречала своих подруг, и когда мне рассказывали что-то, да, я говорю, рак, рак. Мы находили очень много схожих таких моментов. Но для меня, то есть если брать мужчину рака, я чувствую себя с ним доминантом. Это вот то, что просто я могу отметить. Может быть, кто-то со мной согласится, может, нет. Лев. А есть что сказать не о девочках-левах, а есть что сказать о мужчинах. Давайте начнем с девочек. Девочки-левы все очень разные, но объединяет нас всех одно. Я лев тоже. Объединяет нас всех одно. Мы очень любим похвалу. Мы очень любим быть в центре внимания. Мы звезды, мы королевы, мы львицы, мы богини. И, в принципе, у всех львиц внутри это есть. Так или иначе, показывает этот человек или нет. Со львами и девчонками я дружу, общаюсь, мне они нравятся. И как-то мы друг другу даже не мешаем, честно говоря, звездить друг перед другом. Что касается мужчин и львов, мне попадались, честно говоря, вот ни одного крутого льва мне не попалось. То есть все львы, которые я видела, я могу вот сказать одно. Но любят поговорить, а на деле ничего. Реально. Ну, относительно ничего, да. То есть говорят на 100%, а делают на 20, на 30, да. Или вообще в жизни у них так все на 20, на 30. То есть я вижу, что они очень любят болтать. И вот когда я встречаю льва где-то в компании, то есть мне становится сразу... Там вот так и такое, и раз такое. То есть он почему-то о себе говорит больше. Ну, то есть накидывает, накидывает человек очень много на себя. И я, честно говоря, мужчины-львы мне не нравятся. Я не люблю, когда вот так накидывают, особенно в больших компаниях. Я не люблю таких людей. Я люблю людей дело. Меньше слов, больше дело. Девы. Девочки-девы, тоже я с ними хорошо дружусь. Могу сказать, что они достаточно впечатлительные, ранимые. То есть с женщинами-девами я всегда подбираю слова, что сказать, чтобы их как-то не обидеть, чтобы они правильно поняли. Какой-то тонкой души... тонкой душевной организации. Хотя не все. Моя тетя-дева, очень веселый, интересный человек. И она, кстати, любит иногда рассказывать что-нибудь. Вот про дев пишут, вот это я, что... Типа, если деву обижают, она на вас может смотреть так, знаете... Ну, как бы и не догадаешься, что она вас уже там расчленила у себя в голове, да? И что девы могут держать обиду и зло, и потом мстить очень сильно. Не могу так сказать про всех дев, потому что у меня были подружки-девы. И достаточно... Ну, то есть я могу сказать, что какие-то иронимые. Ранимые. Впечатлительные, иронимые, сентиментальные. Тонкой душевной организацией девы. Что касается мужчин-дев, то вообще во всех мужчинах-девах, которые мне попадались на моем жизненном пути и моих подруг, все они работали и имели свое дело. Имели какую-то свою цель. То есть такие мужчины все были устроены. Ну, парни, мужчины там, да, взрослые, невзрослые. Как-то устроенные. Они как будто знали, к чему они шли. Вот у них как-то жизнь была устроена. Это именно те, которые мне попадались. Достаточно спокойные внутри. Мужчины-девы, замечала я, любят от женщин инициативу. Я такая прям девушка-девушка. Мне нужен самец, конкретный брутальный мужчина. И мужчина-дева для меня вообще никак не подходит. Для меня очень сложно это общение. И оно обычно заканчивается где-то в не успевших начаться. Потому что я люблю, когда меня добиваются. Я люблю, когда мужчина. Прям мужчина, все к ногам. Девы не такие. Тех, которых я встречала, девы не такие. Весы. Весы у меня подружка Кристинка моя. Весы. Мы с ней вообще очень хорошо дружимся. Я могу сказать, что это постоянное взвешивание, что как лучше, так лучше, так лучше. Вот конкретные весы. Постоянно, постоянно, постоянно. И мы с ней хорошо дружимся, потому что у меня конкретно... Так, я говорю, на эту чашу ставишь это, на это ставишь это и идем. Все. И она частенько прислушивается ко мне. Поэтому и жизнь как-то легче становится. Потому что мне кажется, что она сама порой затрудняется от всех этих вещей. Постоянно взвешивать. То есть происходит это в голове. Да, вот такая вот особенность, знака. И я думаю, что ей самой не всегда комфортно от этого. Особенно, когда нужно принять быстро какое-то решение. Или вот точно знать какие-то вещи. А как же время подумать, что это решить. А времени нет. И тогда у человека могут происходить трудности какие-то в голове. И хорошо иметь такую подругу, как я, которая все знает, быстро все решит. Вот. И что касается мужчин. Я у них не встречала каких-то таких особых взвешиваний. И как-то вот они вроде знают, что хотят. Мужчин, мужчин весов, которые я встречала, они все хорошо зарабатывают. Как-то идут тоже к своей цели. Досточно целеустремленные. Где-то амбициозные. И даже где бы они не находились в этот самый момент жизни. Да. Может, у них сейчас какие-то трудности, что-то не получается. У них очень наполеоновские, грандиозные планы. И вот я дружила на протяжении долгого времени и смотрела за ростом человека. Да. То есть я видела, что этот рост конкретный. То есть это люди, ну, могу сказать, что дело. Они не любят много вот так вот говорить особо. Да. Они любят делать. Это то, что я заметила. Весы неплохие знаки. И, в принципе, да, ничего плохого сказать не могу. Скорпион. Скорпион скажу кратенько, потому что у меня есть и подружки-скорпионы, и друзья были-скорпионы. И мальчики и девочки. И всех объединяет, в принципе, одно. Они достаточно ранимые. Все их очень легко обидеть. И они все кусачие. Кусачие в ответку. Поэтому могу сказать так, что если вы не уверены в каких-то вещах, то лучше вам, ну, как бы, не тягаться и не кусаться со скорпионами. Лучше их не обижать. Потому что они найдут момент, как вам сделать больно. То есть обойдут и кусанут. Вот такие. А так дружба у меня очень хорошо получается. И с девочками, и с мужчинами, и с скорпионами. Как бы, все хорошо, да. Я стараюсь в скорпиончиках не обиживать. Они такие миленькие, хорошенькие, на самом деле, добрые люди. Поэтому зачем их обижать? Зачем? Не надо. Стрелец. На сегодняшний день стрелец-то вообще. И раньше я не знала. Никогда в своей жизни я не встречала стрельцов. У меня была подруга только, стрелец. И мы с ней дружили, ну, прям душа в душу. Потом она неожиданно как-то так повела себя. Ну, не знаю, с чем это связано. Но у меня воспоминания не только хорошие. То есть она была красавица, она была умница. Почему-то я у нее где-то училась. Она мне очень-очень сильно нравилась. И мы с ней гуляли, проводили ночи напролет. И жили-были вместе там, в Москве. И было все очень круто. Стрелец хороший знак. Мне она очень нравилась. Мне она очень напоминала меня. И мы с ней могли и поржать, и выпить, и погулять. Как-то были на одной волне всегда. То есть не знаю, ну вот все как я, да? Ну, самое классное. Так. Но с мужчинами никогда не встречалось. Никогда не встречала на своем пути стрельца мужчину. И ничего о них не знала. Пока не встретила моего любимого, с которым я встречаюсь сейчас. И что я могу сказать? Это моя половина. Это реально человек очень похож на меня. У него есть цели. Он не любит трындеть, да? То есть если даже человек что-то говорит, он сам понимает, что он говорит. И как-то смешно. То есть под колом. Веселый, жизнерадостный, оптимистичный, внимательный, заботливый, любящий, чувственный. То есть человек умеет отдаваться. Но я не знаю, все. Все. Я нашла свою половину, понимаете? Ну, я в это вкладываю не то, чтобы, знаете, там было целое, две половинки развалились. И вот они теперь нашли друг друга. Нет. А я нашла себя. То есть он это отражение меня как будто. И даже я вам так скажу, даже может где-то лучшее отражение меня. Потому что он умнее меня в каких-то моментах. Да, я прислушиваюсь. Я этого, может быть, так и не признавала прям сразу. Так, ой, ты умнее меня, я такая глупая. Нет. Но он любит читать, интересоваться какими-то вещами, которые, допустим, я не читаю, не интересуюсь. И он при этом меня не унижает и не говорит мне, а ты этого не знала или еще что-то. То есть я с человеком чувствую себя очень комфортно. Я чувствую себя настоящей женщиной. Я чувствую, что он готов отдать мне все. Он нежадный, очень щедрый. Он очень любит своих друзей и родственников. И он очень хочет и любит о всех заботиться. То есть я такая же. Я тоже все это люблю. И жизнь моя построена, чтобы это все делать. И делать счастливыми близких людей. Да. Ответственный. Жуть какая ответственный. Я тоже очень ответственный человек. И порой даже, может, и не надо брать на себя ответственность. Но ты видишь, что какие-то трудности. Ты видишь, что кому-то нужна помощь. И ты берешь эту ответственность. Только сам, естественно, так, чтобы тебе не навязывали. А мне нужна помощь. Там траля-ля-ля-ля-ля. Тоже мы не лохи как бы. На нас не покатаешься. На лошадке. Вот. Поэтому, да. Стрелец-мужчина. Это идеальный мужчина для меня. И он у меня есть. Дальше. Козирог. Козирог. Что я могу сказать о Козирогах? Наверное, немного могу сказать. Хотя у меня была подруга Козирог. А была и есть подруга Козирог. То есть у меня было две подруги Козирог. Осталась одна подруга Козирог. И, в принципе, да, мы дружим. Все хорошо. Все замечательно. Они очень ценят дружбу. Во-первых, они умеют любить. То есть если влюбились, да, прям конкретно. Они могут, конечно, обманывать себя. Что, знаешь, там, может, любовь, там, не любовь. У мужчин и у женщин то же самое. Пока вот эти игры все идут. Люди, на самом деле, очень ранимые. Очень привязываются. То есть они боятся даже где-то привязываться. Потому что знают, что они очень сильно прикипают. к людям. И если вдруг что-то пойдет не так, они это очень долго, очень долго забывают. У меня брат еще Козирог, да. То есть я, ну, знаю, о чем говорю. То есть это люди достаточно семейные, да. Они готовы вступить. То есть если вот все супер-пупер, они семейные. Они для жизни. У меня брат идеальный мужчина вообще. Он любит свою жену. Сколько они уже вместе. У них ребенок. Они проводят время вместе. Я вижу, что они любят друг друга. У них какие-то там бывают ссоры мелкие. Ну, такая, вы знаете, страсть до сих пор между ними. И на самом деле Козироги, они очень страстные. Очень страстные, горячие. И женщины, да, и мужчины. Очень такие вспыльчивые. Ой, мне есть что сказать. Наверное, я говорю, ничего сказать. Вспыльчивые, да. Все прямо, о которых я говорю. Ну, вот это страсть такая, да. Страсть. Страсть. Да. Немножко есть у них такая чертовщинка. И у мужчин, и у женщин. Есть такая чертовщинка. Не без грешка, не конечно. Что-то там у них, да, есть. То есть, характеры, может быть, не самые лучшие. Особенно, что касается женщин. У меня подруги у меня были, и у них у обоих достаточно такие характеры нелёгкие. Они сами об этом знают. Вот. Но что мне очень нравится, и что я ценю вообще в людях, и в Козирогах это есть, это вот это, вы знаете, такая тоже чувственность внутренняя, да. То есть, они прикипают к человеку. Они за человека, за друга, за подругу. Они прям вообще, это очень важно. Это очень важно. Они это так вот знают, там, да друг мой, да, там. Это дружба. Дружба это. То есть, вот, да. У меня и брат такой, и вот подруга такая. Вот у них так, да. Кто-то как-то может попроще к этому относиться, а они это, к этому очень серьёзно относятся. Вот. Поэтому дружить с ними очень круто. Они преданные друзья, вот так могу сказать. ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ, 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 ВОДОЛЕЙ. Вообще, у меня не было долгих общительных каких-то отношений ни с девушками, ни с мужчинами, с Водолеями. Ничего не могу о них сказать. Слышала только от подруг, что Водолеи, они такие, они какие-то любят поумничать что-то, повыпендриваться такие умные, воду льют, что-то такое, да. Ну и всё. Вообще, я про Водолеев тоже не могу ничего сказать. Рыбы. Рыбы, 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 рыбы. Рыбы про женщин. Могу сказать, что женщины очень такие, могут быть порой коварные рыбки. Мне кажется, могут ходить гадалкам рыбки. Тех, кого женщин я встречала, я их встречала немало рыб. Они все вот какие-то такие. Рыба, рыбы, такие достаточно скользкие. Они могут быть вроде бы и с тобой, как бы, да, всё супер-пупер, а потом такие, раз, что-нибудь сделать там где-нибудь. Рассказать про тебя. Пойти погадать, что-нибудь там сделать. Хотелось бы, реально, и я ни по одной, ни по двум женщинам это говорю. По нескольким женщинам, реально. Вот любят они такое. То есть, допустим, в отношениях с мужчиной, да, что-нибудь похимичить. Это не просто так, знаете, там, типа, ну, вот как мы там встречаемся, всё хорошо, всё ясно, любовь, та-та-та. Нет, всё, раз, закралась какая-то мысль. Пошёл к бабке, что-нибудь там погадал, или там, что-нибудь там надо посмотреть, подложить, там, знаете, там, волосы. Ну, вот такие какие-то моменты. Не знаю, у них это было у всех. Рыб, которых я знаю. Что касается рыб-мужчин, тоже очень сильно привязываются. Очень сильно привязываются к женщине, и довольно-таки быстро. Да, влюбляются довольно быстро. Тоже очень чувствуют большую рану, да, переживания, поэтому боятся подпускать к себе девушек, особенно, которые они видят, что могут причинить им вот такую боль, да, душевную. И они такие нежные, любвеобильные, просто невозможно. Настолько, что вот, например, для такой девушки, как я, это очень-очень много. Это очень липко, это очень притерно. Честно говоря, ну вот, мужчина, мне кажется, не должен прям такой прям сильно быть, да. То есть он может там чуть-чуть позволить, очень редко такие моменты, да, показать своей женщине, что он может быть таким, да. Но в целом он должен оставаться брутальным мужчиной. Она должна его видеть таким прям мужчиной-мужиной всегда. А когда происходит всё время много этой липкости и ласкости, это не для всех женщин. Это я сейчас говорю только за себя, это не для меня. Мне хочется видеть в мужчине своего мужчину. Вот, в принципе, всё, да. Надеюсь, это видео было интересно, надеюсь, вам интересно было слушать, надеюсь, я что-то вообще сказала интересно, потому что я сейчас рассказываю, и мне кажется, что я так вокруг да около обо всех говорю. Просто мне не хочется, я же говорю как бы свой опыт, но и в то же время мне не хочется говорить, какие-то прям конкретные табу ставить, потому что встречала я и разных, и разных знаков зодиака, которые, да, вот прям никогда бы не угадала. А бывало такое, что, например, дев, я угадывала очень часто. Девы, когда спрашиваешь, какой у тебя знак зодиака, они почему-то любят спрашивать, а как ты думаешь, какой знак? Вот я помню, что, ну, не все такие просто вопросы отвечают. Кто-то говорит, кто-то говорит, а мне не хочу, говорит, там, зачем тебе, да? А вот девы, они как-то, а как ты думаешь, какой знак? И даже с какой-то интонацией определенной. Я вот раз пять, наверное, угадывала, представляете, я говорю, дева, откуда ты знаешь? А я говорю, а я не говорю, я про себя думаю, да просто девы все это спрашивают. Вот именно так, представляете? Не знаю, может, это мне именно так попадалось, но реально это было очень смешно. И какие-то, да, там, Львов, например, я угадывала тоже, когда они начинали вот это вот распинаться, рассказываться, и прям, знаете, всея Руси, везде и там, и сям. Львов тоже угадывала. Кого угадывала еще? Кто там? Я уже забыла знаки зодиака. Так, Овен. Близнецов угадывала, потому что я когда общаюсь с человеком, и я чувствую, что я устаю, мне кажется, блин, может, он заблизнец по знаку. Вот прям реально, не знаю, внутренняя энергетика какая-то. Вот, устаю. Вот. Скорпионов тоже угадываю. Не знаю, у них какой-то прищур такой бывает иногда. Они какие-то такие вот могут, такие таинственные. Они больше могут где-то молчать. Ну, опять же, не все, я думаю, да, но вот такие мне попадались. Они как-то молчают. Мне кажется, они какие-то между собой даже похожи, скорпионы. Что-то у них такое есть, да. Их можно угадать даже. Я угадывала, представляете? Так, рыб, подолей, козероги. Ну, и все. Больше никого не угадывала. Вот эти знаки, которые попадались. Все, мои хорошие, я очень надеюсь, что мое видео будет вам интересным, полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а также можете заходить в Инстаграм, подписываться на меня и писать мне вопросы, если что-то появилось. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока. Подписывайтесь на мой канал.